добрый вечер добрый вечер добрый вечер я рано вышла что ли я не могу понять да да по-моему я рано вышла а нет не рано вышло так ага все вижу здравствуйте дорогие любители хорошего кино и с вами сегодня я саша франк и это наш с вами киноклуб любители хорошего кино или киноклуб с франк сегодня у нас тема фильмы после которых хочется жить и прежде чем подключить нашего главного героя героя нашей сегодняшней программы замечательную актрису алену хмельницкую мне бы хотелось сказать что вы написали список от из очень многих фильмов американских в основном к сожалению и в этом списке не было ни одного фильма русского вернее был один российский фильм жить василия сигарева который собственно я начала смотреть и не досмотрела потому что потому что я не могу смотреть такие фильмы после балабанова груза 200 я месяц не спала поэтому собственно не очень понимаю почему он был в этом списке а вот а так все все ваши фильмы которые вы присылали достаточно достойные классные спасибо вам большое мы получили большое удовольствие соленых пересматривая вот из этого прямого эфира я думаю что мы с вами ответим наверное в конце этого эфира на главный вопрос почему в нашем нашей стране нашей киноиндустрии не снимают подобные фильмы не снимают фильмы именно жизнеутверждающие с простым сценарием достаточно доматургии простой да не почему наши продюсеры российские считают что кассовым может быть только те фильмы которые являются катастрофами или ужастиками или чтобы там была куча спецэффектов и так далее да вот поэтому давайте подключаем алену и собственно разговариваем добрый вечер добрый вечер ой я сейчас сражалась с этой лампой со специальной лампой саша моя дочь купил вот этот агрегат который кругленький светит на лицо который кругленький да это чудесно это я тебе очень завидую у меня только одно место где работает нормальный интернет но его как ты видишь я попыталась переоборудовать в студию у тебя там фон очень хороший там бутылочки 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 римские каникулы одри хёберны даже плагать я с бокалом я с бокалом красного вина у меня сок ну вот тебе пожалуйста я не могу я не могла найти красное вино мне кажется родители его просто спрятали а что у тебя только крепкая мартини коньяк вот можно мартини плеснуть в сок и будет то самое какая-то соблазнительница ну а что же мы всех приглашали на букал красного вина слушай у меня у меня к тебе такой вопрос вот скажи вот я подняла эту тему на самом деле потому что мы когда делали опрос по поводу того что какие фильмы фильмы после которых хочется жить там приведите примеры и честно я не знаю писали ли тебе российские фильмы мне как какие писали ну писали конечно же старые какие-то наши фильмы типа мы и ты зависаешь вот рязановские фильмы а фильмы типа типа марка анатольща захарова я обожаю фильмы захарова форму самый мюнхгаузен что ты зависаешь саш я нет я у себя нормально нет а вот я считаю что вообще это отдельная тема вот фильмы марка анатольща захарова просто для меня являются но я обожаю эти фильмы и это такая своя собственная планета вообще хотел сказать что есть режиссера вот там которых в том числе и кусту лица до которым мы будем сегодня говорить у которых существуют свои но я это называю свои планеты и они могут нравиться не нравится но они могут на этих своих планетах делать абсолютно все что они хотят вот и ты как бы ты включая этот фильм ты попадаешь на эту планету не все естественно режиссеры такие это ну можно там я не знаю перечислить мне кажется у Вуди Алина своя планета абсолютно да вот у марка анатольща захарова из наших мне кажется у рязанова тоже лучший его фильм это своя планета а фильмы Михалкова которые мы все любимы были раньше да как-то обломов раба любви пьеса неоконченная пьеса да механическая пианина это ты попадаешь в атмосферу да вот ты попадаешь к этому человеку как вот в его как бы атмосферу и абсолютно уже кайфу есть Тарантино которого включая я начинаю просто улыбаться сразу и неважно кровище там да там я не знаю убийство еще что то но если ты понимаешь это если вы находитесь на одной понимаешь это юмор да эту иронию какую то вот то ну абсолютный кайф я понимаю что я сижу я даже там да не знаю что будет мне может что то больше нравится что то меньше нравится но это абсолютно это условия вот этого режиссера он видит так да это его почерк это его почерк которого отличает собственно да ты смотришь фильм Будди Алина ты понимаешь что это фильм Будди Алина ты никогда его не спутаешь ни с каким другим режиссером это верно вопрос только в том почему сейчас конкретно вот в современной истории то есть если мы сейчас вот даже переходим к тем фильмам которые были выбраны а все таки вот например мои подписчики мои зрители они голосовали все почти разом за фильм один плюс один порядка четырехсот голосов было хотя это в принципе ну как сказать это вот сейчас вот приди к любому продюсеру и скажи слушайте я хочу снять фильм там будет инвалид и там будет значит ну такой вот потерянный значит негр и тот будет за ним ухаживать давайте снимем этот фильм что наши продюсеры на это скажут как ты понимаешь скажут вы что с ума сошли а где спецэффекты а где кто а где все и надо сказать что когда один плюс один они только начали снимать вот эти два режиссера господи накаши и табидан вот когда они только начали задумывать этот фильм им же тоже особо в него не верили понимаешь ну то есть тоже простая история ничего там не происходит но он выстрелил он был одним из самых таких кассовых он получил призы бафта сезар они получили за лучший фильм и так далее вот почему у нас в стране как ты думаешь просто в российском кинематографе просто продюсеры считают что кассовость это значит иметь огромные спецэффекты это значит какую-то сделать так чтобы все взрывалось или наоборот какую-то комедию такую что прям вот уже ниже плинтуса типа вот как извините никого не хочу обидеть бабушка легкого поведения да я не смотрела ну еще бы я не смотрела достаточно посмотреть трейлер и достаточно посмотреть бэд комедиана знаете когда я не хочу смотреть какой-то фильм я смотрю бэд комедиана и сразу увездаюсь в том что слава богу что этот фильм не посмотрела потому что это просто психологическая травма когда нагиев извините у нас инстаграм можно такие вещи говорить трахается с какой-то бабой извините 45-летней на столе бухгалтерии в парике с приделанными сиськами значит в роли значит этой какой-то старушки которая работает ну то есть это какой-то паноптику я посмотрю как прикольно ты рассказала это просто реклама это просто скрытая реклама это была скрытая реклама ну вот как бы почему так и я сколько общаюсь с продюсерами и даже есть прецеденты когда мне говорят что это фильм типа не кассовый этот фильм не прокатный спрашивается почему ну потому что там ничего не происходит ну как бы понимаешь то есть у нас только высокобюджетное кино может быть прокатным вот почему так нет ну это момент уже такой это момент проката я не знаю люди а люди возраст который идет кино да он очень ну это в основном как там тринадцать пятнадцать шестнадцать семнадцать да там какой то есть возрастной да который а вот и нет делает делает именно делает нет нет вот последнее было это самое господи исследование компания водород делали которые собственно делали притяжение вторжения они сделали большое исследование оказалось что наиболее платежеспособная и большая аудитория которая ходит в кино это ребята от тридцати лет тридцать сорок два видишь ну я не знаю мне казалось что эти люди пойдут в кино а молодняк в ютюбе все понимаешь молодняк весь в ютюбе или там на каких-то онлайн платформах они не ходят в кино мне кажется ну вот во всяком случае исследование может быть ходят там там не ноги там Артур Рева слышит пирожков да 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 вы помните напутала Артур пирожков хочешь моих пирожков Артур пирожков наставит мужу Рожков ты понимаешь я думала что вообще существует конечно какая-то определенная магия и то что этот фильм один плюс один стал таким кассом и получился конечно как говорят герои влюбленного Шекспира тоже моего одного из любимейших фильмов когда он говорит заикающийся вот да этот продюсер который говорит I'm a money вот и когда он выходит потом на сцену он говорит it's a miracle когда когда ты рассказываешь просто ну вот есть инвалид и вот к нему придет сейчас и вот он будет делать это да и будет хорошо а дальше происходит а дальше происходит магия дальше происходит кастинг дальше происходит удачное стечение то вы тоже тоже а и а и и а и вот я не знаю вот у меня тоже был кружочек у меня все хорошо с интернета вроде как было не знаю сейчас на есть ты вот нормально все было с интернетом ну вот я говорю про то что про то что существует магия когда рассказывается когда снимают такие как бы как бы простые истории то вот получится из них что-то слушай ну это абсолютно ты все равно не знаешь потому что конечно же вот этот фильм когда он получается или он не получается что это такое это безусловно какой это какая-то магия может быть снят потрясающий какой-то фильм по всем законам жанра с потрясающими артистами да очень хороший режиссер так далее но он не становится он не становится великим он не становится тем фильмом который ты будешь пересматривать а есть какие-то фильмы которые хоп и ты будешь пересматривать и пересматривать и зрители любят и так далее, и они получаются вот этот фильм просто один плюс один мне кажется, что он настолько там все совпало он настолько получился и они настолько очаровательные совершенно эти артисты что ты им настолько въезжаешь в их жизнь, в их ситуацию и тебе действительно хочется верить в эту, а это кстати говоря я сегодня прочитала, что это по реальным событиям я не знала я немножечко подготовилась я так почитала чуть-чуть сегодня про это кино и я не знала, у меня было откровение что это реальная история да, это реальная история но там единственное, что был там был француз и он был араб вот этот второй парень то есть не негр, а араб они его заменили именно на афроамериканца негр, нельзя говорить афроамериканца да не подумала я же уже долго живу в России все прогрессивное человечество да, да, да вот странно, что у нас перевели кстати, очень интересно что в Америке потом сняли ремейк этого фильма американский и называется тоже один плюс один и там играет вот в роли этого какого Франсуа Клюзе вот в роли вот этого господи, как же Филиппа там играет дядька который снимался помнишь, сериал про амфетамины где они варили этот самый амфетамин ну который Breaking Bad да, Breaking Bad да, Breaking Bad но этот фильм просто настолько провалился и я, кстати, часть посмотрела могу сказать, что это ужасно это просто ужасно это вообще ну это просто причем казалось бы ремейк, да ну то тебе, в принципе, как бы ничего не надо делать ты, собственно, в принципе, аккуратно берешь вот эту комфу но там нету этих вот шуток французских совершенно такой это очень один плюс один такой тонкий фильм там такой тонкий юмор ты знаешь, ведь все на грани даже вот этот момент когда он надевает эти перчатки когда, в принципе, понятно что он должен сейчас, значит, помочь там этому Филиппу там вставить какой-то, значит, катетер куда-то там это самое все это так вскользь показано а в американском аналоге как обычно, знаешь, это американское кино Дашка Секленко, привет! О! Дашка, Дашка! Понимаешь, ужасно честно, прям я прям была поражена но я думаю, что этот фильм еще такой удачный да, там достаточно простая драматургия как бы ничего особенно не происходит даже нету никаких острых моментов то есть даже если этот фильм, допустим, 1 плюс 1 сравнивают там, не знаю, с каким-то там последним фильмом, который я смотрела например, там, 3 билборда то в 3 билбордах хотя это тоже такая монотонная история в принципе ничего особо не происходит но в 3 билбордах да, но в 3 билбордах есть какая-то острая все равно там есть острые моменты какие-то а здесь просто вот как будто идет и идет вот они как-то вот и при этом интересно смотреть и мне кажется интересно смотреть потому что все равно вот эти вот герои два героя вот этот Филипп и господи, какой там Дрис они абсолютно два антипода и они, мне кажется, олицетворяют собой больше чем просто как бы белый, богатый инвалид и какой-то там афроамериканец-слуга то есть это как я так понимаю, что это они задумывали на самом деле и у них это получилось они показали абсолютно два мира то есть почему вот этот белый очень богатый и вот этот вот совершенно но ему плохо он умирает и это, я так понимаю, что они показали и европейскую аристократию понимаешь, такую потому что загибающуюся немножко во всей вот этой вот в излишестве вот в этом но это чисто французская тема и вот этот вот афроамериканец, который да, там он бедный да, там он там сидел да, там он свободный при этом понимаешь в нем есть жизнь в нем есть жизнь, да и вот они встречаются совершенно два разных мира два разных и ты поэтому переживаешь ты все равно же на себя все привносишь, понимаешь но это типичная французская история показать действительно аристократы вот такие вот но они это любят все такое да, но когда ты смотришь ты не думаешь об этом согласись нет, не думаешь это ты потом и начинаешь думать конечно если ты куда там а так это настолько ты получаешь действительно удовольствие и вот я знаю, что я не переключу этот фильм если я его увижу я буду его смотреть пятый раз десятый раз да, потому что действительно после этого у тебя отличное настроение может быть и потому что там нету настолько острых моментов потому что ты ты знаешь все как будет но ты получаешь невероятное удовольствие когда ты это все когда ты наблюдаешь за этим просто невероятное удовольствие вот, поэтому это вот ты кстати правильно сказала сейчас что ты знаешь как будет потому что сценарные сценарии драматургически, они так заложили, что ты вначале видишь конец. То есть ты вначале видишь, что они едут в машине, как бы ты ничего не понимаешь, почему он сидит за рулем, почему это, значит, делает вид, что у него припадок, почему они дальше там курят. Но ты уже изначально как бы знаешь конец. Это на самом деле очень простой драматургически выстроенный ход. Но при этом безумно интересно, потому что этот фильм в принципе как бы не провальный нигде. Ну то есть и не по диалогам, да, и не по актерской игре, и не по визуальному решению. Я считаю, что там гениальная совершенно музыка. Просто музыка там как отдельный персонаж, вот как в лучшем французском кино, вот честно. Поэтому музыка вообще, я не знаю, музыка это вообще, мне кажется, это невозможно. Я считаю, что это одно из вообще составляющих кино, потому что как музыка может раздражать, так музыка и может создать абсолютно на своем настроении. Конечно, конечно. И все. Вот поэтому. Moon River Да, да. Я сегодня пересмотрела этот фильм. Это, кстати, тоже вообще... Я не успела, блин. Я не успела. Да ладно. Пересмотреть я не успела сегодня, но я его прям посмотрю, потому что я сейчас хочу. Я вообще не понимаю, что происходит на этом карантине. Я не понимаю, почему у меня не хватает, мне не хватает времени, как, знаешь, я когда летала часто, когда Сашка моя старшая училась в Америке, я помню, я часто летала в Америку, и мне всегда не хватало времени в самолете на третий фильм. Потому что пока тебя покормят, пока вот это вот все, пока ты... И вот я успевала два фильма четко посмотреть, а третий всегда была посадка. Я думаю, да что же у меня опять не получилось посмотреть? И вот сейчас у меня такое ощущение, что, ну, казалось бы, время резиновое сейчас. Ну вот вообще просто, да? Делай, что хочешь. Просыпайся и начинай делать, что хочешь. И все равно его не хватает. Вот мне его... Я прям план себе составляю. Я вообще не очень организованный человек, но я сейчас пытаюсь составить план, чтобы немножко и там чем-то физически позаниматься, и почитать, и посмотреть то, что я хотела посмотреть нового или пересмотреть. И хоп, и уже все. И уже ночь, и уже мне надо. И я засыпаю я очень поздно, потому что, ну, все равно я не вырабатываю столько энергии, сколько в обычной жизни. Поэтому засыпаю я ужасно поздно, потому что я всегда начинаю что-то смотреть, когда весь дом спит. Вот, и никто мне не мешает. Я начинаю смотреть, смотреть, читать. Потом я понимаю, боже, я завтра не проснусь, три часа ночи уже. Вот, и я не успеваю. Поэтому у меня прям стоит четкий план. Но я боюсь, что когда это все закончится, в смысле, я не боюсь, я очень жду, что когда это все закончится, я скажу, я скажу, господи, я же не успела. Вот это, вот это, вот это, вот это. Поэтому в моем случае мне надо прямо составить план четкий жить, поэтому... Это у тебя еще грудного ребенка нет. Да, но у меня есть, знаешь, ребенок, который всем грудным, грудной. Моя Ксюша, девятилетняя, у которой сейчас началось онлайн-образование. И это, конечно, дикая нагрузка на родителей тоже, потому что, ну, наверное, есть такие дети, которые сидят себе спокойненько на стульчике и учатся. Вот. А у меня не так, поэтому я активный участник этого сейчас онлайн-образования. вот, поэтому это все новое, это все сложно, и, в общем, мне это уже скучновато, вот, поэтому... Ужас, ужас. У меня еще никто не... У меня еще он в школу не пошел, в детский садик не пошел, наверное, это самое золотое время. Да. Когда у тебя есть няня, а когда у тебя няни нету. Ну, тоже. Тоже неплохо у тебя все равно. У тебя же кто-то есть. Кто-то есть. Кто-то обитает в этом доме. Кто-то помогает. Мама иногда приезжает. А то я неделю сейчас с ребенком с грудным сидела. Тоже, знаешь. Вот так вот. Да. Такой мальчик, любимый, философ. Да, сейчас смотри, 10 часов, 20 минут, а ты думаешь, где он спит? Нет. Он в гостях тусуется с бабушкой и дедушкой. Я звоню, говорю, мам, пожалуйста, ты можешь ребенка привезти? У него режим, как бы в 9 часов его надо положить спать. Ай, ребенок нормально себя чувствует. Кстати, у Ани Некуниной, они же через участок живут от нас. А, понятненько. И они там сейчас. Классно, классно. Да, мне надо найти каких-то карантинных друзей. Которые рядом с тобой даже вот. Которые никуда тоже не высовываются, и вот нам как-то кучковаться, потому что я не понимаю, как с этим быть. Скажи мне, пожалуйста, почему ты, когда мы с тобой заговорили о фильмах, которые, после которых хочется жить, ты написала один из фильмов «Жизнь как чудо». Да. Не знаю, что со мной случилось. Ты знаешь, на самом деле, это вот тот самый случай, когда у меня весь кустурица со своей планетой, это как один большой фильм, который я воспринимаю, абсолютно обожаю. И вот это вот вся, тыц-тыц-тыц, вот это вот вся му... черная кошка, белый кот, завет, потрясающе, это я сегодня вспомнила, завет, а по млечному пути, боже мой, я абсолютно, видимо, там вот, знаешь, для меня какие-то есть, то, что затрагивает абсолютно мои какие-то струны, какой-то ассоциативный ряд, от которого я невероятно, невероятно кайфую. И ещё, конечно, вот это, ну, это трагикомедия всегда, ну, всегда трагикомедия, потому что на фоне вот этого сумасшествия с какими-то утками, курами, я не знаю, с оркестрами, да, с какими-то, разворачиваются такие судьбы, и всё это очень глубоко. И мне безумно нравятся его персонажи, мне очень нравятся его красивые, яркие женщины, такие немножко филиневские какие-то. Да, да. И вот этот оркестр тоже, который есть у Феллини, кстати говоря, да, всегда, везде, вот этот оркестр безумный, вот эти дудки. Я сегодня пересматривала, ну так, штрихпунктиром, жизнь как чудо, вот эта дорога, вот этот вот, как они живут, это безумная какая-то война, непонятная кто, куда, за что, чего. и на этом фоне такая любовь, ну какая-то такая, так это всё потрясающе, и заканчивается это всё как сказка, всё равно это какая-то сказка. Он, ещё мне уж безумно нравится, что всё это немножко приподнято, то есть это абсолютно бытово, это такая действительность, она, всё равно всё приподнято над действительностью, всё равно это немножко притча всегда, всё равно это немножко, это всё-таки взаправду, но не совсем и поэтому у тебя ты веришь этому бесконечно потому что как бы ни говорили все скептики и так далее все равно человек стремится к какой-то сказке к какому-то такому романтизму может быть даже понимая ну да, наверное, так не может быть но очень хочется, чтобы так было и когда ты понимаешь, в конце он едет на этой дрезине главный герой и ложится под поезд но почему-то ослица которая встает на рельсы и не дает и потом в конце каким-то образом они с этой девушкой которую он должен был обменять главная героиня на своего сына они на этой ослице они уходят куда-то в светлое будущее ну что это такое, я не знаю это и смех, и слезы но мне после этого очень хорошо становится мне вот я у меня такой свет какой-то тепло какое-то тепло какой-то свет какое-то невероятное такое художественное внутри вот прямо большое потому что я вспоминаю какие-то эпизоды какие-то яркие эпизоды там вот этот водопад с этими арбузами потом вдруг снег потом вот эти перья, которые летят эти поезда бесконечные какие-то не знаю у меня просто вот у меня душа поет наверное ну я очень большая поклонница Эмир Кустурицы вот это ну вот это прямо я воспринимаю все это безумно эмоционально это в меня вот попадает совершенно и я очень мне нравится по млечному пути я была на премьере как раз приезжала и Моника Белучи которая там снималась вот и мы были такая была какая-то небольшая совсем премьера в пяти звездах по-моему вот и очень смешно потому что я понимаю как она даже будучи персонажем как она вообще смотрит на все это перед цыганщиной на весь этот внутри кино она в полном шоке от того куда она попала но ей это все очень нравится я абсолютно верю что человек просто или в это должен влюбиться или это такой ужас от которого он должен убежать но вот я тот человек который в это влюбляюсь да и мне кажется что она тоже потому что иначе ни один нормальный человек не может на это согласиться ну просто не участвовать в этом фильме ни вообще ничего потому что это это сумасшедший дом это специально сумасшедший дом но и там тоже такая история любви какая-то все на таких на таких эмоциях на какие-то там такие тонкие моменты ассоциации в общем я обожаю я обожаю черную кошку и белый кот я просто готова я не знаю пересматривать тоже и пересматривать при этом мне дико нравится и Arizona Dreams которая да которая стоит отдельно он другой он другой фильм Underground вот тоже я помню почему я посмотрела его очень-очень давно вообще когда просто я нашла какую-то кассету то есть еще тогда были кассеты я нашла какую-то кассету в отвратительном качестве поставила это был вообще по-моему первый фильм который я увидела Пустовица Underground я не поняла практически ничего что там происходит это было прям очень давно вот и чего а вот и но меня это все настолько вообще заворожило я вообще поняла что думаю боже-боже что это такое в этом надо разобраться и стала смотреть потом читать фильмы а первым был Underground я ничего не поняла сначала что там что про что вообще как и потом уже пересматривала пересматривала и это был кайф а прийти пожалуйста ну что Саш привет Сашка привет еще одна Сашка пришла принесли ребенка моего здрасте ну вот в 22.30 пришел я сама пришла а твоего принесли ну вот он меня увидел сейчас будет истерика у него слушай на самом деле может быть он меня увидит и успокоится да вот не знаю они должны сейчас его раздеть вроде нет почему на самом деле ты знаешь я сегодня смотрела большое интервью с Эмиром Кустурица вот где он сказал что жизнь жизнь как чудо это лучший его фильм да он сказал что это лучший мой фильм потому что в этот момент когда я его снимал я уже был полностью созревшим человеком то есть то что я снимал до до я был незрелым и так далее а потом это же достаточно личная тема потому что это балканская война которая была в 1992 году это второй его фильм который в принципе посвящен этой вообще теме а у него же папа когда началась балканская война там какая-то история произошла у него папа умер ну то есть от войны у него сердечный приступ случился там какая-то да и поэтому для него это достаточно очень личная и то что жизнь как чудо кстати что главный не главный герой а сын главного героя футболист это тоже многому говорит потому что Эмир Кустурица футболист изначально ну то есть есть сопоставление тоже с жизнью и он говорит в этом интервью что вы знаете жизнь как чудо это абсолютно шекспировская история ну то есть для меня это это я вдохновлялся Шекспиром казалось бы почему потому что вот это такая шекспировская трагедия потому что на одной чаше весов стоит твой сын на другой чаше весов это девушка любовь и надо выбрать с другой стороны как бы с вражеской да которую надо обменять на сына там и так далее и так далее да ну вообще Кустурица это конечно дикая какая-то дикая балканская смесь всего то есть знаешь даже в какой-то момент то есть если допустим время цыган ты можешь сказать что это там драма но вот например жизнь как чудо для меня это вообще вне жанровое кино ну потому что там в принципе мне кажется есть абсолютно все и комедия и трагедия и поскольку она настолько жизненная и правильно ты сказал что это немножко он немножко приподнимает да все равно он дает какую-то да но это вне жанрово потому что это настолько правда и наша жизнь на самом деле она в общем-то такая в ней есть и комедия и трагедия и драма и все он тоже делает там такие какие-то это немножко фарсово даже где-то там анекдотично потому что вот эти как они там патриоты приехали которые сыпят кокаин на рельсы ой это вообще мой любимый просто а кстати этот персонаж по-моему же он же черная кошка белый кот тоже есть питбуль террер вот это вот как раз да 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 вот это вот все то есть все это происходит но оно происходит на вся эта история происходит на фоне этой войны но война не является главным нет вообще война проходит мимо ты когда даже помнишь бомбят он в этом домике живет на этой станции железнодорожной когда бомбят где-то что-то взрывается где-то все равно они просто живут а это внешняя какая-то история которая происходит но это на самом деле то же самое что сейчас происходит у нас мы просто живем и иногда ты когда включаешь телевизор ты понимаешь там что-то там где-то здесь выросло число заболевших здесь там то здесь все а ты просто живешь просто обычно продолжаешь жить продолжаешь жить немножко конечно тебя так ограничили. Ну да, как летал, собственно. Ну да. Но в принципе выключи телевизор. Как бы, да, выключи телевизор. Выключи вообще любой... Я сегодня еще что-то слушала тоже по поводу всех этих вирусов и так далее, и так далее. Но что делать? Причем какого-то психолога я слушала, который так успокаивал, говоря о том, что мы все равно все переболеем. Ну просто лучше позже, чем раньше. И так далее, что не парьтесь. Никто. Что вообще вирус, как таковой, это только информация. Ну это только информация. Вот нет информации? Нет вируса. Ну ты ничего не понимаешь. Ну ты болеешь. Да нет, ну была и спанка. Были и похлещие вещи. Я сейчас ни в коем случае не говорю, что надо наплевать. Нет, наплевать не надо. Конечно, надо, конечно, здесь там, остерегаться, надо сидеть дома сейчас, да, и скорее бы это все закончится. Вся, вся, здесь наш шарик. Вот, а другой нету, поэтому... Но в принципе очень много информации, которая... От которой кто-то впадает в панику, кто-то еще во что-то, еще что-то информация. Когда ты включаешь любой источник, из которого идет эта информация, конечно, гораздо легче жить. Вот, поэтому... Да. Лучше смотреть, что что-то такое сейчас, мне кажется, художественное. Вот. Художественное и читать художественное, потому что если зарыться в эти, во всем новости, это, конечно, ну, ничего не произойдет, просто надо отделить от того, что ты можешь изменить и что ты не можешь изменить, и что ты не можешь изменить. Ситуацию ты не можешь изменить. ты можешь поменять к этому своё отношение, вот и всё. И просто это разделить, и ну как-то... Да, согласна. 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 Нет, так что действительно... Да, да, да. Я считаю, что вообще Кустурица это вот для тех людей, которые устали от шаблонных голливудских, позитивных жизнеутверждающих прям таких прям в лоб фильмов, то есть для них как раз существует и мир Кустурица, и пожалуйста, если вы хотите посмотреть жизнеутверждающий фильм, ну такой, который вас немножко... Ну траги-траги, да, трагикомедия, где он... Да, тогда это будет и мир Кустурица. Единственное, что жалко, что он перестал сотрудничать с этим, с Горном Бреговичем. Бреговичем. Да. Причём не знаю почему, может они рассорились, но вот даже вот в этом «Жизнь как чудо» там музыка самого, собственно, и мира Кустурица, вот его этой группе. Ноу-смокинг-орчестро, да, они какие-то совершенно сумасшедшие. У меня мама была на фестивале, на кинофестивале в Железноводске, там делали большой фестиваль, и там приезжала Мир Кустурица как раз смоу-смокинг-орчестро. Она говорит, что это просто как заграни. Просто они там, ну это вообще, что он выделывал совершенно. Причём, когда закончился... То есть на сцене он был просто, ну... ну просто фееричный совершенно человек. Как только закончился концерт, он... и пошёл спать. Понимаешь? Но на сцене был просто, ну не знаю, как будто ему лет, значит, семнадцать. Да, на все его сложно представить, что и пошёл спать. И пошёл спать, да, и пошёл спать. Она говорит, я даже думала, я же... А я маме говорю, мам, давай ты подойди только к нему. А я сама же не стесняюсь сюда подходить. Я помню, когда ты была на Берлинском кинофестивале, рядом со мной, значит, стоял Эллен Макгрегор. А я обожаю Макгрегора, просто он ещё такой маленького роста. Я была на каблуках, знаешь, вечернее платье, и он прям стоял рядом со мной. И я думаю, блин, ну надо сейчас попросить автограф. Ну надо... Другого момента в моей жизни не будет. Надо попросить автограф. С другой стороны, неудобно. Я же как гость, он тоже как гость. Она говорит, ну что же я буду подходить к моему автографу просить? А в результате, короче говоря, ну давай мне его сюда, сейчас он плачет. А в результате, короче говоря, я у него автограф не взяла и до сих пор жалею. Вот. Я маму попросила взять у кустурица, значит, автограф. А она говорит, что, типа, он после концерта просто настолько сник, что даже это было невозможно. Да, мам? Кустурице не получилось автограф взять. Не получилось. Друга она сейчас скажет. Да не у тебя, а у кустурица. У кустурица у тебя. Кустурица не смог взять автограф. Ну вот он мой. Привет! Привет, солнышко! Ты помнишь меня? Привет! Ты как вырос за это время. Ну вообще. Главный любитель кино. Вот мы выращиваем нового киномана, кинолюбителя. Ты такой красивый уже, Сашка. Я вижу, красавец. У тебя уже прическа? Да, у нас уже, да, у нас уже прическа, у нас уже все. Ребят, давайте, у меня эфир. Работайте. Бабушка и дедушка работаете. Здрасьте. Выпей, дедушка. Они говорят, мы выпили немножко. Бабушка и дедушка выпили немножко. Правильно. Правильно сделали. Ну, в общем. Так, хорошо. Что мы еще с тобой должны обсудить? Нам столько надо с тобой обсудить, что мы можем вообще с тобой утром начинать завтрак. и заканчивать, да. Сонечка, я здесь, я здесь. Смотри, иди сюда. Иди сюда, мы хорошие. Видишь, он так привык к кому-то. А вот кто там? Ну, все хорошо. Ну, что ты? Ну, все, маленькая. Ну, ты чего? Это моя бабушка и дедушка. А вот кто там, тетя Алина? Мы загуляли. Загуляли. Поздоровайте, мама. Мы загуляли. Привет. Привет, привет, Алина. Привет. Мы их загуляли. Людя, все прекрасно. Людя, с собой ребенку убрали. Ребенка не убрали. Мы брали с собой ребенка. Идеально себя вел. Мы выпивали. Людя тоже выпивал. Мам, такое нельзя говорить по интернету, по прямому эфиру. Ну, ладно, это жизнь. Но сейчас уже спать должно быть. Бабушка с дедушкой взяли ребенка тусоваться. Ребенок хочет спать. Или, может быть, хочет тусоваться, продолжать. А я говорила. Может быть, хочет продолжать тусоваться. Я говорила, не надо. Ребята, мы все читаем. Привет из Саранка. Привет из Кистиана. Привет отовсюду. Привет и спасибо. Нам очень понравилось. Привет. Извините, извините. Извините, здравствуйте. Зачем ребенка убрали? Он спать должен. Они убрали. К маме хочет. Да не хочет он к маме. Он спать хочет. Ночные забавы мы смотрели. Завтра была война. Ну, конечно, о чем речь? Конечно. Что там еще пишут? Конечно. Нет, слушайте, ну... Что там? Замечательный фильм. Не, ну у нас тут... Учитель на замену, не знаю, такого фильма. Учитель на замену я тоже не знаю. Да. Не знаю. Еще хотел сказать до завтрака у Тиффани. Хотела сказать, что мои тоже одни из любимейших фильмов, это, конечно, вот компания Working Title, которая делает реальная любовь. Я считаю, что это просто потрясающий фильм. Но его можно брать, мне кажется, и обсуждать, и обсуждать, потому что там же фильмы в фильме. И вообще я безумно люблю такие сценарии, когда все это переплетается, да, когда разные судьбы и так далее, и так далее, и все это переплетается, и переплетается. Но мне кажется, что там невероятный тоже позитивный такой заряд. Ну, это одна из лучших романтических комедий, мне кажется. Просто потрясающе. Ну, просто потрясающе. И вообще у них замечательные есть. И Наттинг Хилл, и Рок-волна, и Четыре свадьбы, одни похороны. Что там у них еще? Да, но это все романтические комедии, да. Нет, ну Рок-волна это не романтическая комедия. Почему? А Рок-волна это? А что это? Рок-волна, когда они на этой налодке, когда они на корабле, и у них там своя радиостанция. А, да, да, да. Рок-волна потрясающе. Да, да, да. С этим, с моим любимым пожилым, да? Ну, не знаю, там вообще они любят вот одних артистов, и они их снимают практически, ну, и они много снимают в одних и тех же своих фильмах. Там есть набор артистов, которые они любят. Да. Потрясающее тоже кино, но абсолютно позитивное. Да нет, много очень хороших, хороших, позитивных фильмов. Притом, что это, на самом деле, фильмы, после которых жить, совершенно не обязательно должны быть какими-то невозможно смешными, там, да, и так далее, и так далее. Просто есть фильмы, после которых вот тебе, ну, какой-то есть свет, да, какой-то остаётся. И это может быть даже очень, ну, скажем такое, да, может быть трагическая какая-то история, может быть и страшное какое-то кино, да. Но что-то такое остаётся светлое. Ну, да, это может быть любого жанра, ну, за исключением, наверное, ужасов. Ну, да. Да, ну, ужасы я не люблю, ужасы. Ну, просто не люблю не в смысле того, что я боюсь, а я что-то их не люблю. Ну, тебе здесь физиологически противно. Я люблю триллеры, но триллеры хорошие, триллеры, но я тоже очень боюсь. Я потом прям могу спать бояться вообще идти, и потом в туалет не зайти просто, боюсь, зубы почистить. Ну, психологические, когда психологические триллеры. Мне иногда нравится их смотреть. Вот. Ну, да, ну, видишь, вот из всего того, что ты перечисляешь, нет ни одного российского кино. Ну, это, конечно, большая потеря, на самом деле, потому что вот всё, что ты говорила, Рязанов, Гайдай, и всё это когда-то было. Нет, слушай, нет, это, нет, я не согласна, можно сейчас напрячься, просто не было такой задачи и вспомнить. Пока не сыграл в ящик, замечательный фильм, кстати. Вот пишет, пока не сыграл в ящик. Кстати, очень странно, что его никто не написал в нашем опросе. Я считаю, что это один из действительно лучших таких фильмов, после которых хочется жить. Ну, хорошо, если напрячься. Вот, видишь, если напрячься. Ну, конечно, слушай, а там тоже если напрячься. Вообще мы же напрягаемся по поводу всего мирового кинематографа. Поэтому, конечно, если напрячься, если напрячься, ну да. Но всё равно есть, нет, есть, есть, есть какие-то фильмы, истории какие-то простые, хорошие. Ну да, и простые, и непростые. Помнишь, была замечательная совершенно тоже такая у Астрахана «Всё будет хорошо» или как это называлось? Как же она называлась-то, боже мой? Где, тоже как сказка абсолютно, у всех всё как бы получалось в результате. Нет, нет, не помню, не помню. Вот, тоже замечательный совершенно, интересный, позитивный. Вот ещё один ребёнок пришёл. О! Спать! Ничего себе, 22-45. А-а-а-а! Это не стыдно! Я позже присоединился к тебе. Ты меня не помню. Я не помню. Кстати, подписывайся на инстаграм. Ставьте лайки! Ставьте лайки! Постоянно удаляют эти видео, когда я начинаю говорить эту фразу. Да ты что? Я считаю, что это неприлично. Уговаривать людей ставить лайки. Зато будет популярной. За то, а за это всё, что нам будет. Будем! Закрой, Гэри, пожалуйста. Нет, плотнее, закрой, пожалуйста, Гэри. А мы его-то просто взяли и унесли. И всё. И как бы всё. Мы просто взяли и унесли. Слушай, ну, мы, главное, мы будем популярны. Ты слышала, мы? То есть, понимаешь, да? Да. Ой, нет, она сейчас сидит в этом безумном лайке. Ну, как бы там лайк, лайк. Это такой, типа, тикток лайк. Там только ты можешь снять коротенькое, совсем такое 15-секундное видео. Там никто не разговаривает, ничего не делает. Просто ты снимаешь какие-то прикольные видео. И это такая, как детская, ну, может, не детская. Там кто угодно, может быть. Мы с тобой тоже можем тут снимать. Вот. Но такие вот именно какие-то видеосюжетики под музыку, ещё чего-то. Ну, в общем. Класс. Все снимают, все монтируют. Ещё месяц на карантине, и мы с тобой туда как раз подпишемся. Да, да, да. Нет, тикток это вообще-то что это? Тикток и в лайк. Да, тикток туда все уходят. Ну, в смысле, заводят себе и там тоже аккаунты. Да, да, да. Поинтересуйтесь. Ещё чуть-чуть, и Лёня... Где Лёня? А Лёня будет в лайке снимать. Какой кошмар. Во сколько вы родили свою малышку? Кто? Я? Я не знаю, может, я. У меня же тоже есть ребёнок. У нас тоже есть малышка. У нас тоже есть малышка. Малышок, приезжайте в Сочи, да, с удовольствием. Да. Так, по-моему, уже всё, нельзя никуда приехать, ребята. И все в Сочи сейчас. У меня многие сидят в Сочи. Да? Да. Если там многие, то тоже не знаю, хорошо ли это. Ой. Так, ну хорошо, завтрак у Тиффани ты не смотрела, значит. Нет, я смотрела. Я его очень люблю. Я смотрела, читала. У меня, кстати говоря, когда я прочитала, это было лет 15, наверное, назад, я прочитала. Но это, по-моему, не роман называется, а новелла, да, по-моему. Нет, нет, это роман Капота. Капота, нет, я имею в виду, что это, по-моему, ну, может быть, он как роман или как новелла, но он такой достаточно небольшой. И я тебе хочу сказать, что это тот случай, когда мне настолько понравилась, и книга тоже. Да, это случай. Да, после культового фильма такого, когда у тебя уже всё-всё-всё сложилось. И я тебе хочу сказать, удивительно, что у меня совершенно было какое-то другое от него ощущение. Вот вообще другое произведение тоже прекрасное, замечательное, но совершенно другое. Вот, от книги у меня было такое, в общем, ну, вот лет, да, наверное, может быть, меньше. Не, ну, лет 15 назад, наверное, я прочитала. Слушай, надо же, потому что мне вообще книга не зашла ни разу. То есть, я, ну, не то, что не зашла, нет, мне она понравилась, но мне было больше. Просто не сравнивая, просто не сравнивая. Вот один, у меня такое редко, ой, ну, во-первых, мне очень редко хочется читать что-то уже после, как бы, увиденного. Но вот у меня, наверное, этот второй раз, у меня такое было после, я прочитала «Пролетая над гнездом кукушки», и я обалдела вообще, потому что это совершенно другое произведение, и оно потрясающее. Оно потрясающее, оно ни одной секунды не слабее, оно просто другое. Вот, и ты даже читая, ты даже вот в какой-то момент перестаёшь вспоминать о героях фильма. Это у тебя просто, у тебя какой-то другой даже видеоряд в голове. И вот у Капота тоже, я когда читала, там она мне другое показалось. Она абсолютно другая. Да, она совсем другая. Но мне там нравится, мне в книге, наверное, больше понравился финал, вот так я тебе скажу. Серьёзно? Ну, потому что здесь, конечно же, как нам бы всем хотелось, а там, ну, неизвестно, как там, чего. И кота, может быть, он нашёл, а может быть, не нашёл, и надеется, что как бы и у неё всё тоже хорошо. Ну, то есть он такой более какой-то такой подвешенный, не знаю, не знаю, мне понравилось. Мне понравилось, ну, завтра Тифа не обсуждается, вот, как кино я имею в виду, а вот от книги у меня было прямо такое, какое-то прекрасное-прекрасное ощущение. Ну, не знаю, мне вот фильм больше понравился, и могу даже объяснить, почему, потому что, собственно, ну, вообще роман, когда он вышел, господи, в 60-х, по-моему, в 58-м, в 1958-м году вышел этот роман, да, Трумана Капота, и который, он достаточно произвёл огромный фурор вообще в литературном мире, и, в общем-то, этого Капота называли просто... Оскар в 62-м, я сейчас смотрю, я прочитаю, выписываю. Оскар? Оскар получил Монривер песенка. Да, Оскар получил Монривер, да, но роман вышел... И Монривер, и саундтрек вообще ко всему фильму. Да, 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 да. Вот, так что его называли лучшим писателем поколения Капота и так далее, но при этом этот роман отнесли, то есть негласно продюсеры отнесли в список не экранизировать, грубо говоря. Нерекомендованных к экранизации, вот. И тогда появились два продюсера достаточно смелых, Джо Роу и Шепард, которые решили его экранизировать. Но экранизировать его так, как в романе, было нельзя, потому что в романе главный герой – это человек, это писатель сомнительной, нетрадиционной ориентации, то есть там воскрытое об этом не говорится, но как бы намекается. А она, собственно, женщина легкого поведения. А по тем временам, то есть романтическая комедия, которую хотели создать, собственно, Шепард и Джо Роу, эти два продюсера молодых. А романтическая комедия, вообще романтические комедии в 60-х годах американского кинематографа максимально, что там, значит, могло случиться, то есть из-за чего, собственно, весь сыр-бор и конфликт в романтических комедиях тогда был, это из-за того, что, значит, главная героиня неприступна, грубо говоря. То есть неприступность главной героини – это был самый максимальный вообще кризис, который был допустим в ром-комах в американских фильмах 60-х годов. Ксюш, ну-ка, иди быстро спать. Ну, что такое, Ксюш? Ксюш, выйди отсюда, пожалуйста. Ксюш, вышла. Вышла. Ксюш, ты быстро вышла. Сейчас все такие вышли из эфира. Ксюша, я тебя прошу. Мама, ты меня уходишь. Ксюша. Ты меня уходишь. Извините, пожалуйста, сейчас, на секунду. Да, не позвольте. А у меня ребенку год и три месяца. Поэтому ты берешь ребенка, сажаешь, кормишь его, потом берешь, кладешь спать. Но иногда он ходит. А вот тут вот с ребенком гораздо сложнее, я так понимаю. А вы говорите. Можно я закурю ее ногу больше? Я больше не могу. О, что? А куда она у меня? Да блин, она у меня унесли вообще. Все унесли. Ой, она такая сложная. Все унесли. Ну ладно, не будет. Что, у тебя нет сигарет, что ли? Горет и есть зажигалка куда-то унесли. Саша моя. Ну иди, сходи, господи. А что мы будем делать сейчас, когда все закончится? Все? У нас будет там, да? Картинка. Ты про что? Я с Ксюшей. Я ее попросила вежливо. Попросила вежнево, да. Так, что я хотела? Продолжить. О чем я говорила? А, так вот. Это, значит, очень смешно. Дальше, значит, этот Шепард и Джу Роу, вот эти два продюсера, которые, значит, решили экранизировать этот роман «Завтрак у Тиффани», они должны были выкупить права у этого, господи, капота. И они обманом их выкупили. То есть они ему сказали, что они будут экранизировать, в принципе, так, как написано. И дальше выкупили, значит, эти права. А дальше они начали искать сценариста, потому что надо было придумать какой-то ход, сделать так, чтобы это было прокатно, чтобы разрешили это снимать и так далее. И вот, значит, появился на горизонте некий Джордж Аксель Роу, который до этого, в принципе, ничего особо не писал. Вот, и считался, что это сценарист такой легких американских комедий про тупых блондинок. И он, значит, так сильно хотел эту работу, что он, в общем-то, они его не принимали, то есть они не воспринимали его всерьез. В конце концов, значит, после долгих каких-то, значит, усилий этот аксель Роу написал исценировку. Ну, то есть написал конец. Написал, как он его видит, конец этого фильма. И, собственно, он придумал как раз вот этот драматургический ход, как, как сказать, как сделать логичным вот эту романтическую линию, потому что это ром-ком, соответственно, романтическая комедия, как сделать ее логичной. И он как раз придумал, что вот этот главный герой, вот, господи, Фред, Фред Пупсик, как он там называется, Фред Пупсик, вот, что он должен быть абсолютным двойником вот этой вот Холли Галайтли. То есть если она, как бы, живет за счет, там, мужчины и так далее, то он должен жить за счет женщины. За счет женщины, богатый, да. Соответственно, он сделал абсолютно, его сделал абсолютно ее двойником. То есть он такой же мечтательный, такой же, как бы, писатель, та-та-та. Вот, и это так понравилось продюсерам, что, собственно, они его и приняли как сценариста. И дальше он написал всю эту историю. Но когда они нашли режиссера, вот этого Блейка Эдвардса, который до этого тоже снимал только один какой-то такой фильм, более-менее, господи, как он назывался, тоже с этим, с Кертисом, не помню, сейчас вспомню. Вот, то Блейк Эдвардс оказался сценаристом. И он еще дополнительно дописал этот сценарий, дополнил его. И как раз вот этот финальный монолог, который главный герой говорит про то, что ты вот от себя не убежишь, грубо говоря, это написал сам режиссер. То есть достаточно, в принципе, талантливо, я считаю. А, нет, ну он абсолютно тоже волшебный, волшебный фильм, совершенно волшебный, охитительный Дриха Берн, которая, кстати говоря, тоже я сегодня хотела там что-то такое вычитать про нее и так далее, которая говорила, что она сама про себя говорила, что она абсолютный такой интроверт, и что это самое сложное было для человека, интроверта, для актрисы, сыграть абсолютно такую, как бы эксцентричного экстраверта, да, девушку, которая вся такая, потому что сама по себе она была совершенно другая вообще. Вот, поэтому, ну, интересно. Не, ну, абсолютно магическая тоже. Да, да. Магическая картина с магической музыкой, узнаваемая просто по... Вот если хочется в такую прямо, да, нырнуть в какую-то такую атмосферу, это вот... Ну, это Нью-Йорк, 60-е годы, это, конечно, обзиренная вообще... Вообще-то эстетика моя одна из любимых, одна из любимых эстетик 60-х годов. Да, это красиво. Это платье чёрное, знаменитое, которое Джован Ши и сделал, да, которое появляется несколько раз в фильме, да, да, да. Это абсолютная такая... Более того, что этот фильм, кстати, интересно, что, собственно, у этого фильма было очень много последователей, и, кстати говоря, секс в большом городе, абсолютно в сексе в большом городе, заимствованы несколько всяких разных сюжетных таких линий, которые есть в «Завтраке у Тиффани», тоже интересная эта история. Но ты знаешь, что на роль Холли Галайтли Одри Хёбберн не сразу как бы попала. То есть изначально вот этот вот Капоте, который писал, собственно, «Завтрак у Тиффани», он настаивал на Мерлин Монро, потому что, собственно, роман он писал с Мерлин Монро. Дальше, значит, продюсеры сказали, что нет, потому что по тем временам, оказывается, сейчас вот я скажу страшную вещь, по тем временам в Голливуде актрисы делились на два типажа. Это я прочитала причем у Маки. «Шлюхи» и «Святые». Так вот, Мерлин Монро как раз почему-то подпадала под первый вариант.